здравствуйте друзья у нас не могу сказать что же прямо так новое лицо на канале но это лицо появляется не часто давайте представляйтесь сначала станислав меня зовут лицо за два года уже немножко постарела на два года вы приехали откуда я приехал из россии из москвы последние сколько 10 лет в россии я жил москве от этого в сочи вы прям олимпийский такой хорошо значит родители делать они до сих пор сочи живут нравится им да как они мама была здесь маме нравится здесь и она хочет сюда уехать папа здесь не был и это понимаешь он что не собирается чтобы не рушить его идеальную веру в то что америка зло во всех бедах как им как им сочи топ олимпийский там как они на самом деле сложно сказать потому что люди уже предмет город то как скажем так была деревенька простая стала деревенька олимпийской то есть что-то построили что-то много очень хорошего сделали в то же время не бывает что что только одного до с одной стороны обратная сторона медали разрушили всю природу все то что все здравнице весь климат все просто убили климат конечно а чем ну например дорога в красную поляну раньше была дорога в красную поляну она проходила через скальный участок к олимпиаде прорубили тоннель тоннели прорубили сквозняки сквозняки уносят облака дождевые и снежные зимой климат изменил правда о жизни так на какую-то заглушку на 2 надежды выезжаешь из тоннеля раз и проскочил быстренько это но хорошо ладно так вы к нам приехали прямо сразу оттуда или вы где-то пожили уже в америке нет я сразу приехал сразу приехал вот сейчас вот уже задним числом два года назад глядя вы думаете это правильно было вот так свалиться прямо сразу к нам сюда или может быть надо было поработать адаптироваться как-то вот понять что ты в другой стране к языку привыкнуть все очень индивидуально я не знаю лично для меня я смотрю назад я наверно если бы я знал то за два года сколько придется работать сколько придется вкладывать это я вообще не поехал потому что это да это несмотря на то что все там хорошо пока складывается определенный момент я понял что очень сложно было выйти найти точку выхода из этого штопора который я загнал учеба работа учеба работа учеба работает и чтобы за короткий промежуток достичь тех целей которые были поставлены и вогнался такой штопор но у вас деток нету есть не доводите двое детей с детками это сложнее потому что получается ты и им не уделяешь внимание и не себе толком не семье не детям супруга вас поддерживал поддерживал но на самом деле не все так просто складывается потому что гонка и я в определенный момент поймался на мысли что в один день я сижу я сделал компьютера я обычно часов до часа я сейчас ложился спать и часов где-то в шесть вставал на протяжении года и я себя поймал на мысли что в один день я сижу у компьютера я просто кликаю по мышке не делаю ничего я не могу не уснуть я не могу ничего не делать посижу и кликает вам сейчас на сколько 33 года будет ну ну да конечно это не 22 то есть уже сложнее нагрузки переносить но и 44 не ну да не у всех очень разная ситуация кто-то если приезжают у кого есть деньги кто может себе позволить на финансово приехать сюда сразу да просто для быта очень не заслуженно конечно же можно с доехать получить это был большой стресс но может быть вот стресс послужит и стимула для того чтобы как-то двигаться с другой стороны все звучит за его очень зависит от ситуации если английский язык нет английского языка какой background если background айтишный нет айтишного программа может приехать поучиться окунуться в среду нахват поднять свой уровень английского вообще немножко обтисаться потому что еще основная проблема люди которые приезжают новые мигранты они ведь они как котята которые бросили эту воду они с такими глазами вот начинают его выкарабкиваться и они верят всему каждому слову плохому хорошим со всех сторон до всех сторон а если противоречиво вот тут то тут зависит человек если человек думающий если человек думающий то он думать анализирует потому что я встречал людей которые приезжают и им со всех а мы тебе поможем ну мы час мы тебя сейчас тут устроить это кто люди говорят на и не сервис это не 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 сервис люди здесь местные местным которые здесь уже пооптисать человек который только что приехал он вообще не знает кому что что как и он верит людям на дуну думаешь только и тем более сейчас российской ментальностью специфика у меня сейчас устроит а куда вот вопрос куда то вот у снялось естественно не устраивают и начинается с краями а зачем они говорят что мы тебя устроивали следы не устраивает кстати такие люди которые они принципе может снять все и хорошие люди но у них и язык он очень много любит говорить и иногда вы уже есть время у них и фильтрую то что говорит сказал и забыл совершенно написал эти ведь очень многие люди работающие на пиццу например могут взять привести вас на пиццу люди работающие на стройке могут привести вас на ставку Я говорю про IT. Я говорю про нашу специфику, про Q&A и прочее. С улицы человека 2 IT могут привезти или как? Я не понимаю. Ну, человек приезжает, его, например, обнадеживает. Да ты не волнуйся. Ну, а IT-шник или он не IT-шник? Кто? Тот человек, который приехал. Он не IT. Он приехал, а только свежий миграт. Он сейчас пришел, грубо говоря, в школу. А, к нам в школу? Да. А ему говорят, да ты не волнуйся, мы сейчас тебя тут. Сейчас мы тебя тут устроим. Ты парень умный или ты девочка хорошая. Это не просто он где-то, он уже в школе. И люди, они с российской чументальностью, они, потому что в России это привыкли, очень часто это сплошь и рядом, что люди тебя устраивают в какую-то умную компанию. И они думают, ну, окей, сейчас меня здесь устроят. А тут человек, который это говорил, он сказал, и забыл совершенно. Он сказал, это просто, может быть, чтобы поддержать. А тут такая ситуация. Это не хороший способ поддержать. Это, естественно, не хороший способ поддержать. Вот я говорю, что для эмигрантов, которые приезжают сюда, не столько сюда вообще, в любую страну, они первые год, наверное, два, они как пытаются понять, что происходит. И поэтому, когда меня спрашивают на форуме или еще какой-нибудь совет, я всем говорю, ребят, первый совет злейший враг эмигрант – это эмигрант в двухлетнем стаже. Не надо вот… Это как вы сейчас. Да, это как я сейчас. Это злейший ваш враг, который я могу говорить одно, но у меня здесь без году неделя, и я могу только говорить на основе своего какого-то опыта. Да, вы лучше смотрите на людей успешных, которые здесь уже долго пожили, и людей успешных, потому что людей здесь много. Вы знаете, что, с другой стороны, вот я помню, как мы приехали, и я слушал людей, которые были тогда, ну вот наши однокашники, которые по институту связи, они уже были здесь лет десять. Вот они уезжали в 78-й, 79-й, а мы уже там в 90-м, в 91-м приезжали, и они уже все-таки устроены, по нескольку домов, они там все бизнесы свои, и они что-то такое говорили, там, хорошее, доброе такое. Говорят, да ты не волнуйся, господи, да таких, как ты тут вообще там по пальцам пересчитать, иди работай инженером, там, туда-сюда, а как иди работай инженером? Ну вот у меня резюме нет, я по-английски толком не... Ну, короче, и ты их слушаешь, и такое ощущение, что они где-то на Луне живут. Они хорошие и добрые, но живут на Луне, потому что явно мы с ними в разных мирах. Тот, который два года... Мое воспоминание такое, есть много людей, которые любят что-то тебе сказать, поговорить любят. Но сейчас я уже хочу сказать, что люди, которые реально их стоит слушать, их очень сложно найти, чтобы они тебе что-то сказали. Это люди, которые безумно заняты, им совершенно не до тебя. Это только если ты приехал к каким-то старым друзьям, или ты попал в какую-то тусовку, и вдруг они тебе что-то стали говорить, понимаешь? И ты даже не понимаешь на самом деле, что они говорят. Это все равно разные языки. У меня есть очень веселый случай. Приехал парень, мы с ним учились вместе и работали там какое-то время. И он приехал, и это был год, наверное, 1994, я уже работал тестером. И он приезжает, и тогда не было интернета, и он не сразу нас нашел, он знал, что мы здесь где-то, но месяца два у него ушло, чтобы нас найти. И когда он уже нашел нас, я к нему приехал домой, взял у него резюме, отдал на следующий день на работе, его взяли туда, через день еще его взяли на работу. То есть бывает так тоже. Но он, короче, ходил по разным людям, жил в Сан-Франциско. У него было резюме хорошее, он на Си писал программы, которые отрабатывали сообщения, поступавшие со спутников, это было Министерство мелиорации. И его кот отрабатывал картинки, где воды много, где мало, вот такой человек был. Ну и он, какой-то тот человек, который 10 лет уже живет в стране, он смотрит на его это резюме. И он ему говорит, Сева, понимаете, говорит он, у вас хорошее резюме, но вот тут не хватает очень важной вещи, без которой плохо. Он говорит, а какой? Он говорит, у вас не хватает того, что называется American Experience. Тот говорит, а где же взять? Он говорит, я же только приехал. Он говорит, ну это правильно, говорит он, Experience приходит с опытом. Значит, эта фраза, она пошла в народ, вот Experience приходит с опытом. Но понимаешь, это пользы, которые тебе дает человек, который 10 лет прожил. Вот ты с ним поговорил, и что теперь? Понимаешь? Да плохо. Ну да. Не, ну вот я говорю, всегда нужно осмотреть и анализировать, потому что информация может поступать в суд. Но надо поступать со всех сторон и поступать против Ричихева. Нужно… Такой вопрос. Вот вы уже два года здесь. Вы знаете массу народу, которые учились в школе вместе с вами, после вас, может быть даже до вас и так далее. Можно так сказать, что правильно ли будет так сказать, что если человек как бы хочет чего-то добиться и делает то, что для этого требуется, то совершенно невозможно обломиться, совершенно невозможно не пройти. Что вот куда-то… ну вот не получилось. Может так быть, что не получилось? Ну, не получилось раз, не получилось два, не получилось три. Знаете, он семь раз подкнулся, но восьмой раз он поднялся, и он уже больше спотыкаться не будет на этом пути, он пойдет дальше. Да, да. И только, если, как говорится, взять известных людей, которые сейчас попадают бизнесами, миллионеры, то мы-то знаем только о их успешных историях. Но мы же не знаем о том, сколько раз они обламывались и падали. Ну, в нашем деле же не надо в десять раз обламываться. Почему? Ну, взять то же самое первое интервью. Чтобы получить первый оффер, да, нужно же не с первого… Иногда бывает с первого интервью дают вам оффер, а иногда нет, иногда приходится походить. Но если человек целеустремленный, если он работает над собой, над теми ошибками, которые он допустил, то никаких разговоров не может быть. У меня есть такая статистика, я не могу сказать, что она точная, потому что я никогда по статистическим методам не оценивал. Ну, так на глаз, на вскидку. Я могу сказать, что наш студент, выпускник наш, треть получает оффер с одного интервью. Треть. Значит, чтобы было больше десяти интервью, это один человек, наверное, на двадцать, на тридцать. Ну, смотря, о какой мы позиции говорим, правильно? А выпускник на тестирование идёт? Ну, на менюл. Ну, конечно. На менюл, да. Конечно. А что ему после школы-то, что он должен делать? Если у него бэкграунд есть, он может на что-то претендовать. Я не понимаю, как можно после школы вот так раз и на automation. Тебе могу сказать, знаешь, что, ну, давай, заходи, разберёшься. Это да. Но если ты шлёшь резюме на automation, и ты никогда этим не занимался, и всё, что у тебя есть, ты в школе делал, я даже не представляю, как его возьмут. Вот вы такой. А вы писали на automation? Да. Я искал automation. Подождите, но вы были на практике где-то? На практике. Мобильные игры тестировали? Так. Да, мобильные игры тестировали. Три месяца? Три месяца. Ну. И всё это, я как приехал в школу, я начал учить язык программирования. Подождите, но вас что-то побудило к этому? Ну, я понял, что сидеть на manual мне абсолютно неинтересно. До того, как вы туда ещё сели? Да. Да. Потому что я понимаю, что мне придётся изо дня в день делать регрессион, делать его руками, и я человек ленивый. Постойте, постойте, образование у вас какое, базовое? Юридическое. То есть вы не технический? Ну, я не могу сказать, что я не технический совсем. По образованию? По образованию я не технический, но я на Windows, я не работал на Windows, наверное, с 98 года, и с 98 года работаю на Linux. То есть я не могу сказать, что я не технический, я не имею представления о том. Ну, хорошо. Значит, то есть вы сказали, я буду automation, а какой язык вы учили? Я учил Python. Хорошо. Значит, три месяца вы делали ручное тестирование, потом пошли на рынок и сказали, я ещё automation. Я ещё automation, я ещё automation, я ещё back-end automation. Хорошо. За что вас в итоге взяли-то? Но вот приходит человек, который, ну так не то, чтобы он много знал, за что вас взяли? Ну, смотрите, как получилось. Я отправился в резюме с опытом. Хотя мы ещё нет, ищу internal position. Фидбэка ноль. Я изменил резюме, немножко подправился, я сделал себе три года experience. Начали поступать звонки, начали поступать какие-то разговоры. Я поставил себе пять лет experience, уже пошло больше. Это в резюме или в профайле на Dice? Я на Dice искал только один раз, потом я искал через LinkedIn, через Glassdoor, напрямую компанию Mozilla. Поставил себе пять лет experience, и мне начали уже более серьёзные разговоры происходить у меня, тестовое задание давать. Естественно, интервью на Face-to-Face приглашали. Естественно, первое интервью, у меня опыта нет, я полностью фейлил, но я приходил домой, открывал Google, и искал все эти задачи, которые мне задавали, и искал, как решать, и доводил их до автоматизма. Потом искал дальше. И получается, это, наверное, у меня заняло это 10 дней. Вот. И... Что? Поиск работы. То есть, вы за 10 дней ещё успели несколько интервью неудачно пойти? У меня было, получается, у меня каждый день было по два-три фон-скрининга. Так. В среднем у меня было два интервью, это могло в день два-три интервью. Это у меня мог быть фон-скрининг, либо у меня мог быть техническое интервью по телефону. Где-то в неделю у меня было, наверное, два интервью он-сайт. Вот. Три, наверное, наверное. Потому что у меня получилось, у меня всего было четыре интервью от сайта, он-сайт и два оффера. Что значит пять лет экспириенс? Правда? Ну, я вам скажу так, что, когда приходишь и понимаешь, что я до сих пор не знаю, как меня взяли. Потому что, естественно, что я врал, что мне пять лет экспириенс, но врать нужно на свои пять лет. Если ты клейми, что у тебя пять лет, ты должен и врать, как у тебя пять лет. Ты должен отвечать на вопросы, как пятилетний. Я не знаю, как меня до сих пор взяли, а, наверное, может быть, до сих пор не знаю. Но меня взяли, пришли. Они вспомнили себя в этом положить? Ну, может быть, один человек, один менеджер в компанию, которую меня не взяли, это Expedia, он мне сказал, что, самым главным нанимающим, я сказал, я понимаю, что у тебя ноль экспириенс абсолютно, но я вспоминаю себя 20 лет назад, приехавшего сюда, и я говорю, даю тебе шанс, если ты пройдешь в нашу команду, то я говорю, да, на общем голосование, но команду я не прошу. Окей, хорошо. Я пришел в компанию, и неделю мне дали разобраться с продуктом, потом сказали, ну пиши, нужно было автоматизировать, и все. И все. И все.